Наступала осень, губительная для людей пора. Ли Гохуа четыре дня жил на юге, три дня в Тайбэе. Однажды он с несколькими своими коллегами-единомышленниками отправился в Маукун выпить. В горах народу мало, так что можно всласть поболтать. Учитель английского заявил, «На месте Чэнь-Шуйбяня я бы после ухода с поста пошел советником в банковский консорциум, а прямо на посту ухапать и хапать довольно тупо». Учитель математики сказал, «Где ж ты хапнешь мыс на семьсот миллионов, но Чэня за одну только доктрину «Один Китай, один Тайвань» стоило бы упечь за решетку на сорок лет». Учитель английского подакнул, «Никакой политической порядочности. Когда на пост заступал, то четырежды обещал, что не будет. В итоге эти четыре «не буду» превратились в четыре «хочу». «Хочу того», «хочу этого», но больше всего не хотел расстраивать старшего брата». Учитель физики заметил, «Судя по тому, что пишут в газетах, многие интеллигенты поддерживают идею независимости Тайваня». Учитель Ли возразил, «Это потому, что интеллигентам не хватает здравого смысла». Все четверо посмеялись, поскольку у них-то здравого смысла в избытке. Учитель английского продолжил, «Теперь, когда по телеку показывают Абяня, я сразу переключаю, кроме тех случаев, когда рядом маячит Чэнь Минсюнь». Учитель Ли улыбнулся, «Ты что, по таким взрослым тетенькам? Мне она не нравится. Слишком уж на мою жену похожа». Красивая подача, успешная смена темы, разговор сместился в центр их интересов. Учитель английского спросил физика, «Как там эта твоя будущая звездулька? Сколько лет вы уже вместе? Ну ты даёшь, так долго с одной мутить, почти то же самое, что домой к жене возвращаться». Остальные двое учителей рассмеялись, а учитель физики улыбнулся с безграничной теплотой и сказал таким тоном, словно рассказывал о родной дочери. «Она говорит, что петь тяжело. Сейчас моделью заделалась. По телеку покажут?» Физик снял очки и стёр пот с крыльев носа. Он смотрел с недоумением и словно бы смутился, а потом ответил, что она уже снималась в одной рекламе. Трое коллег даже зааплодировали, похвалив физика за смелость. Учитель Ли спросил, «А не боишься, что на неё кто-то ещё позарится?» Учитель физики протирал очки, казалось, целую вечность, и не отвечал. Тут слово взял математик. «Я переспал уже с тремя командирами, ещё одна, и будет каре». Они подняли тост. «Выпьем же за тюремную трапезу для Абаня с его семьюстами миллионами. Выпьем же за сторонников независимости Тайваня, у которых есть знания, но не хватает здравого смысла. За всех девочек, которые на уроках гигиенического воспитания прилежно строчат конспекты, но не имеют даже элементарных познаний в области секса. За колоссальную свободу, которую они втиснули во вступительные экзамены». Учитель английского сказал, «Лично я принимаю всех без разбора. Не понимаю, чего вы-то упираетесь. Вы себя блюдёте даже почище, чем они». Учитель Ли усмехнулся. «Ты у нас игрок. После того, как долго играешь, обнаруживаешь, что у самой страшной уродины тоже есть распутная ипостась, но мне такое не по душе». Он робко посмотрел на дно своего бокала и добавил, «Более того, мне нравится играть в любовные отношения». Англичанин спросил, «Но у тебя тогда в сердце не любовь, а сплошь притворство. Не устаёшь?» Ли Го Хоа задумался. Перебрав нескольких девочек, он обнаружил, что надругаться над обожающей его школьницей самый лёгкий способ заставить её следовать за ним хвостиком. И чем сильнее она прилипала, тем больнее ей было, когда Ли Го Хоа её бросал. Ему нравилось репетировать перед этой девушкой сладкие речи, предназначенные для следующей. Это ощущение бесконечности было прекрасно. Чувство, будто ты бережёшь окружающую среду. В момент расставания центробежная сила ещё прекраснее, словно кадр в кино, когда героиня с камерой в руках кружится по заснеженному полю, её лицо в кадре становится всё крупнее, задник превращается в пейзаж, маленький квадратный дворик растягивается, превращаясь в картины, мелькающие за окном вагона скоростного поезда. Пространство резко становится временем, растерзанным и окровавленным. Очень красиво. Учитель английского не поймёт такое, а Ли Го Хоа безумно нравится. Учитель английского не поймёт, то ликование на грани с желанием пуститься в пляс, который Ли Го Хоа испытал, узнав, что одна из школьниц наложила на себя руки. В душе бушевала настоящая цунами на мотив мелодии Цинь Пин, высшая похвала мужчине, совершённое ради него самоубийство. Ему было лень думать о разнице между ради него и из-за него. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова